МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вышел очередной номер газеты «Одинцовская неделя». Все самое интересное о жизни Одинцовского городского округа на наших страницах. Вторая и третья страницы нашей газеты традиционно посвящена федеральным и региональным новостям. Владимир Путин предлагает на санкции ответить расширением экономических свобод. Андрей Воробьев вручает сертификат на трехкомнатную квартиру семье добровольца. И, кроме того, благодарит педагогов, воспитывающих в детях патриотизм. Третья и четвертая полоса. Что делать, если на ваш автомобиль упала глыба льда с крыши? Самый оптимальный вариант, конечно, его застраховать или просто не ставить в опасных местах. К счастью, падение льда на автомобиле не слишком грозит жителям Одинцовского городского округа в связи с особой конструкцией наших высотных домов. Андрей Иванов, нехватка даже одного медика в сельской амбулатории может привести к серьезным социальным последствиям. И это действительно так. Ценных специалистов-медиков прилагается удерживать при помощи различных льгот. Одинцовский МФЦ за 10 лет стал одним из лучших в России. Это действительно замечательное учреждение, которое приносит пользу очень многим людям. Концепция одного окна, в котором граждане могут решить свои проблемы, показала свою исключительную эффективность. «Есть ли жизнь под лэб?» Авторство этого материала принадлежит школьникам Одинцовского лицея номер 10 и руководителю школы юного энергетика Александру Балахонцеву. 10-й лицей – учебное заведение, которое готовит физиков и математиков. Учащиеся 10-го лицея исследовали при помощи самодельных приборов безопасность линии электропередач, которая находится над городским парком в 8-м микрорайоне. «Блондинка на передовой» – удивительная история Екатерины Скориковой, уроженки Украины, которая получила российское гражданство и сегодня помогает жителям Донбасса в их очень тяжелом положении. «Москва слезам не верит», – вспоминает строчку из песни Екатерины Скориковой. Но в то же время помнит и следующую строчку. «Верит она делам». «Лошади, которых отнимают у назначенной смерти». Материал Валерия Баранцевой о конном клубе, который спасает от верной смерти лошадей, находящихся в пожилом возрасте, которые уже отслужили свой век и их отправили на бойню. Проблемы в заотношении человека и животных освещали такие классики литературы, как Лев Толстой в рассказе «Хластомер». Фазили Скандер в рассказе «Жироколобый». А в нашем очередном номере за нее взялась корреспондент Валерия Баранцева. Полоса вопросов и ответов. Любой читатель нашей газеты может прислать свой вопрос в редакцию, и наши корреспонденты ответят на него в полном объеме. Полоса, которую подготовил наш постоянный автор Георгий Янс. Он предлагает поставить возле сбербанка города Одинцова памятник художнику Дубасову, автору многих банкнот и Государственного банка СССР. Художник Иван Дубасов, нарисовавший эскизы советских рублей, проживал в городе Одинцова. И, наконец, полоса происшествий. Удивительная история приключилась в Венигороде, где спортсмен-парапланирист неудачно спланировал на жилой дом. К счастью, он отделался только ушибами. Нельзя не отметить высокий профессионализм спортсмена, который сумел выжить после тяжелого падения. Кроме того, в нашей газете вас ждет программа телевидения, сканворд и афиша мероприятий на неделю. Ищите нашу газету на фирменных стойках распространения, а электронную версию на сайте. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok